Всех приветствую на своем канале! Сегодня я решила немножечко отклониться от своего привычного вязания и рассказать вам, как я делаю свой классический медовичок. У меня он получается 31 сантиметр на 21, как вы видите, это не очень маленькие размеры, и в итоге у меня еще получается целая гора вкусного печенья для домочадцев. Я надеюсь, что вам интересно и вы присоединяетесь. Мы начинаем выпекать! Для медовичка вам понадобится 2 яйца для обычного размера тортика, и я беру 3, то есть мне нужен немножечко увеличенный размер. Затем сахара 300 грамм, я беру 450, сливочное масло 50 грамм, я беру 75, мука 600 грамм, у меня 900 грамм, мед 150 грамм, я беру 225, и сода 1 чайная ложечка, я беру 1,5. Для крема у меня будет 2 вида крема, я беру сметанный, то есть вам понадобится сметана и стакан сахара, затем пачечка сливочного масла 200 грамм и обычная невареная сгущенка, это для сливочного крема. Итак, в общем, если вы готовите маленький тортик, так сказать, стандартного, обычного размера, то вам, в принципе, понадобится половина этих ингредиентов. Сгущенки, одна баночка, я не уточнила, у меня сгущенка на, так сказать, в пачечке на разлив, поэтому я буду, так сказать, мерить на глаз. Итак, в общем, для приготовления вам еще понадобится миксер, глубокая мисочка, которую мы будем взбивать, и 2 вида кастрюлек. У меня это побольше немножечко, я набрала в нее чуть-чуть меньше, чем половинка воды, это у меня будет водяная, так сказать, баня, и кастрюлька поменьше, которая будет, так сказать, в нее опускаться, вот таким вот образом, и будет у меня, так сказать, запариваться мое тесто. Ставим водичку на огонь, она у нас должна нагреваться, и тем самым временем разбиваем яйца в глубокую мисочку и включаем миксер. Взбиваем в пенку, постепенно добавляем вот этот сахар в яйца. Сначала на медленном, затем ускоряем и постепенно добавляем. И так, как вы видите, водичка закипела для водяной бани, и наша пенка взбита. Теперь миксер отлаживаем в сторону, он нам пока не нужен. И начинаем выливать в кастрюльку, которая у нас будет сверху на водяной бане, нашу пенку. Взбивала я в течение где-то трех минут. Вот, как вы видите, у меня такая нежно-кремовая, такая нежно-молочная масса получилась пенка. И в нее теперь добавляем наш мед. Вот он, наш мед. У вас может быть засахаренный мед, может быть обычный. В принципе, здесь роли не играют. Мы по-любому будем это все растапливать. Поэтому здесь, как вы видите, особо, так сказать, каких-то специальных навыков и ингредиентов не нужно. Выливаем мед. Наше маслечко ложим. Хотите, можете предварительно маслечко растопить, но оно у нас будет все равно растапливаться постепенно. Поэтому я, как бы, растапливать его не буду. И если у вас стандартный тортик, то ложите, напоминаю, одну чайную ложечку. Если у вас немножечко больше, то либо стандартную ложечку с горкой, либо полторы ложечки без горки. В общем, я где-то вот так вот ложу соды. И теперь все это перемешаем немножечко. Ставим на водяную баню. Огонек приглушаем немножечко, если у вас был сильный огонек, чтобы у вас не выбегала вода. И вот так вот помешиваем. Помешиваем минут 20, пока у вас все красиво не растопится, не станет однородной массой. И у вас должна получиться такая вот кремовая темная коричневая текстура. Не слишком темная, скажем так, вот бежевого оттенка. И наш медок будет такого коричневого, так сказать, оттеночка. Когда вот так будете подымать, у вас такие коричневые струйки будут красивые. В общем, минут 20 держите на водяной бане. Не слишком таком сильном огне, но чтобы вода кипела обязательно. И вот так вот помешивайте периодически, чтобы у вас ни в коем случае нигде не подгорело ничего. Поэтому помешивайте. И вот когда у вас растопится масло-комочек и медочек растопится, в общем, станет такая красивая масса, я вам покажу, что мы будем делать дальше. Итак, вот наша масса готова. Приобрела такой медовый нежный оттеночек. Разводики. Возможно, если вы готовили на медленном огне, вам понадобилось больше, чем 20 минут. Но, в принципе, у меня ушло вот 22 минуты и оттеночек приобрелся. Теперь берем стаканчик муки и постепенно помешивая, добавляем его в тесто, не выключая огонь. Вот так вот добавляем постепенно. Конечно, сильно медленно у нас тоже не получится. Вот так вот помешивая его, у нас должно завариться один хотя бы стаканчик муки для того, чтобы вот она такая была, как густая сметана. Итак, перемешиваем, перемешиваем. Итак, после того, как перемешали, еще полминутки запариваем. Теперь мы выключаем газ и снимаем с водяной бани нашу кастрюльку. Желательно придерживайте ее каким-то, так сказать, полотенечком или прихваточкой, чтобы горячим не обжечься. У нас кастрюля довольно-таки сильно нагретая. И теперь берем еще, зачерпываем немного просеянной муки и уже в снятую с огня, так скажем, с водяной бани добавляем муки и замешиваем, так сказать, такое реденькое тесто. Оно у нас должно довольно-таки быть такое вот, как эффект густой сметанки, такой вот, вроде и лица и не сильно, так сказать, такое жидкое, прям как молочко. В общем, запариваем. Еще продолжаем уже без водяной бани наше тесто. И остальную муку мы просеиваем просто на стол. То есть можно еще добавить немного муки, чтобы она не такая совсем жидкая была. Очень аккуратненько, потому что сейчас у нас тесто и кастрюлька очень горячие. Еще раз вам говорю, прежде всего осторожность. И вот мы сейчас домешаем эту муку и остальную муку просеиваем на стол. Такой вот горочкой и будем в эту горочку, так сказать, в ямочку вливать наше тесто. Теперь берем кастрюльку нашу и вот так вот аккуратненько вливаем в нашу горочку. Обращаем внимание, чтобы у нас не растекалось по столу, а подвигаем вот так вот мукой. Очень аккуратненько, у нас тесто горячее. И после того, как мы вылили тесто, начинаем его ловить. Замешиваем вот так вот тесто. Оно у нас аккуратненько еще может быть слегка горяченькое, но в принципе уже терпимо для рук. Немножечко может прилипать к столу, вы сильно не огорчайтесь, все это потом аккуратненько снимите лопаточкой. И в общем начинаем замешивать тесто. У нас муки более чем достаточно на столе, просто начинаем его ловить и в серединку, так сказать, вот так вот потихонечко замешивать. Если вам покажется муки немножечко маловато, а тесто еще продолжает липнуть, можете немного добавить. Но учитывайте то, что тесто у вас пока горячее и когда оно остынет, чтобы оно не получилось у вас забитым. Поэтому вы продолжаете, так сказать, потихонечку его замешивать. Немножечко просто сверху можете посыпать свежей мукой, чтобы у вас не получалось вот такого вот. Но в принципе этого, честно говоря, в медовике не избежать. В общем замешиваете тесто и ждете немножечко, чтобы оно так приостыло. После того, как мы замесили тесто, формируем из него такую вот колбаску. Колбаску сильно старайтесь не зауживать по краям. Она у вас должна быть такая вот равномерная. Формируете колбаску. У вас тесто должно быть такое эластичное, красивое. Если что, не бойтесь управлять, так сказать, мукой. Немножечко, если оно у вас липнет, посыпайте руки тоже муке, чтобы у вас такое было все, так сказать, красивенькое и аккуратненькое. Теперь берем, посыпаем досточку, такую небольшую, чтобы у вас поместилось, так сказать, 6 кусочков, на которые мы сейчас будем делить эту колбаску. Хорошо смазывайте мукой, потому что это, так сказать, в общем тесто, так сказать, запарное, оно такое не слишком густое. Поэтому не бойтесь посыпать хорошо мукой. Теперь берем нож и визуально делим на 4 части. Сначала напополам, затем эту половинку снова напополам и половинку снова напополам. Вот таким образом у нас получается аккуратных 8 частей. Ножик тоже можете в муке немножечко, чтобы у вас не прилипало ничего. Делим нашу колбаску на 8 частей. Если они у вас не идеально ровные, ничего страшного, в принципе, вы там можете на глаз визуально добавить с какого-то большого кусочка ваш маленький. Ну, в принципе, я так постаралась все поделить ровненько. И теперь берем, частички эти отделяем. Снова берем немножечко муки. И вот таким вот образом берете ручку, ложите. Сделали такой комочек небольшой. И вот так вот начинаете его валять. В общем, формируете из него кружочек и слаживаете на разнос. На разнос или на досточку. Теперь берете второй кусочек и снова формируете его в кружочек. И туда же отправляете. Берете так третий и точно так же, вот так вот повалякали его немножечко. И сюда же отправляете. Ой, я сказала 6 частей, 8 частей, простите. У меня будет 8 частей. Можете, в принципе, поделить на 6. Многие любят не слишком высокие торты, поэтому можете поделить на 6. Я буду делить на 8. Вот. Теперь присоединяете и так каждую часть. Мы разделили нашу колбаску на 8 частей. Вот, как вы видите, разложили их на досточки. Ваши по камере видно, что они не очень равные. Но на самом деле просто тесто растеклось, оно очень горячее. Еще. Теперь берем пакетик и ложим аккуратненько досточку, либо ваш разносик, что у вас в пакете. Если маленькая, берем еще с другой стороны пакетик и ставим в холодильник. Многие специалисты рекомендуют на 15-20 минут. Но, честно говоря, я когда-то попробовала через 15 минут достать и не смогла раскатать. Тесто у меня просто разламывалось. Поэтому я вам рекомендую буквально минут на 5, максимум 7, пока вы уберете рабочую поверхность. Так сказать, чтобы у вас стол был от комочков, от разных тестовых остаточков, загрязнений. Чист. Просто посыпаете его мукой, достаем с холодильника и продолжаем. Пока у нас тесто остывает в холодильнике и мы убираем рабочую поверхность, включите параллельно духовочку на 180 градусов. Достали наше тесто с холодильника. И теперь по одному кусочку, так сказать, отрываем, потому что они у вас могли пристать. И посыпаем его немножечко сверху мукой, под ним мукой. Скалочку нашу берем тоже, так сказать, обмакиваем в муке, обволакиваем. И раскатываем до нужных размеров. То есть, если у вас квадратный коржик, то раскатывайте более квадратно. Если кружочком, то, соответственно, раскатывайте кружочком. Обязательно поверхность смазывайте, ой, не смазывайте, посыпайте мукой, потому что она будет у вас, так сказать, прилипать к скалке и к поверхности. И так раскатывайте до нужных вам размеров, даже немножечко больше, для того, чтобы у нас оставалось, так сказать, остатки крошки. Мы крошкой будем посыпать тортик. После того, как мы раскатали коржик, я вот в качестве формочки использую с картона, так сказать, прямоугольничек. Вы можете использовать крышку, что угодно. И вот, смотрите, у меня раскатано больше, чем, так сказать, моя формочка. После этого я переношу свой пласт с помощью скалочки на противень, устеленный пергаментной бумагой, и духовочку на 3-4 минутки. После того, как мы испекли коржик, мы берем формочку, ножичком вырезаем, и вот эти вот остаточки, так сказать, слаживаем в отдельную посуду. А коржики где-то оставляем, если у меня прямоугольник, я оставляю на дощечке. Если же у вас кругленькие, можете на разносе, либо, ну, в общем, на какой-то поверхности, чтобы вам удобно было коржи слаживать уже готовые. И такую процедуру повторяем 8 раз. Раскатываем, ложим на противень, выпекаем и обрезаем. Вырезать корж рекомендую именно горячим, пока он с духовочки, потому что он потом застывает и таким вот коржиком делается. Вот вам нужно успеть, пока он не стал коржиком. И почему я вам советую вырезать именно после выпекания? Потому что если вы сначала вырежете, а затем на противень будете переносить, на бумагу, он у вас деформируется, поэтому коржи будут неровные, так сказать, там где-то потянете край, там где-то. То есть именно пока, когда выпекли, тогда вырезаете. И еще у нас плюс тем, что коржиками покроется, и вот эта вот остальная часть по, так сказать, за гранью вашей формочки, ей мы будем именно ей посыпать краешки торта. И в итоге, как вы видите, мы сделали 8 коржиков. Они получились довольно-таки ровные и красивые, но мы, честно говоря, обрезали на скорую руку, и есть некоторые изъяны. У вас получилось 8 коржей и вот такая вот мисочка остатков, так сказать, обрезочков. Теперь нам осталось сделать всего лишь крем. И как вы видите, очень важно было обрезать, так сказать, горячими коржики, потому что у нас быстро остывают они и получаются такие деревянные. Поэтому придаете им форму, пока они горячие, затем оставляете их на пергаментной бумаге остывать, и уже после того, как они застыли, начинаете отделять их от бумаги. И масло оставляем при комнатной температуре, для того, чтобы потом нам смешать хорошо сливочный масляный крем со сгущенным молочком. И также оставляем сметану пока в холодильнике, чтобы у нас ее взбивать нужно было холодненькой. Она тогда будет покрываться пенкой красивой и хорошо смешиваться с сахаром. Итак, в общем, мы начинаем смешивать крема. Теперь выбираем из остатков обрезков наши в сухие кончики. Ломаем их и ложим между газеткой или каким-то журнальчиком. И скалочкой вот так вот начинаем их мять внутри. Мнем, мнем, чтобы получилась вот такая вот крошка. Так вам нужно вот такой крошечки, чтобы обмазать краешки и верх вашего тортика. Если у вас крошечки вот не помялись до самого мелкого, то крупные у вас просто недосушенные. Ну, как бы у вас не слишком сухое. Вот как у меня, смотрите. Я вам рекомендую либо просто на противне, на бумаге подсушить, либо вот эти вот кусочки, как я, они у меня в принципе не так важны. Я их просто убираю. Убрали крупные вот эти кусочки, а остальные снова берете, сворачиваете газету, либо журнальчик, и снова скалочкой. И они у вас будут менее, так сказать, более мельче и, так сказать, менее сырые. Если же у вас не получается вот такая крошка, то все-таки подсушите в духовочке. Взяли пачечку масла, оставленную при комнатной температуре. Она немножечко у нас уже размягчилась. И добавляем в нее сгущенное молоко. Я, так как делаю больший тортик, то я всю пачку взяла и, так сказать, налила 300 мл сгущенки приблизительно. Если же вы делаете тортик поменьше, то будет достаточно пол пачечки масла и миллилитров 150, так сказать, сгущенного молочка. И берем насадочки специальные для масла. И начинаем, так сказать, перемешивать. После того, как мы смешали сгущенку с сливочным маслом, ее достаточно недолго, чтобы просто перемешалось, так сказать, не обязательно до идеальной однородной массы, так как у меня было предварительно замороженное масло, у меня всегда хранится в морозилке сливочное, поэтому оно у меня немножечко, так сказать, комочками. Если же у вас обычное, только с магазина, так сказать, то оно будет более однородное. В общем, помешали все, чтобы у вас со стеночек сгреблось, вот так вот. И оставляем с этой же ложкой отдельно. Берем другую посуду. В нее я уже предварительно налила, так сказать, 21% два стакана сметаны. Два стаканчика вот таких вот у меня, 200 мл. И стакан сахара берем. И снова насадки у нас уже обычные. Взбиваем сметану хорошо. И постепенно добавляем вот этот вот сахар. Более постепенно, чтобы у нас вот эта пенка, которая получится от сметаны, она у нас, чтобы не осела сразу. Сначала взбиваем на медленной скорости, затем более ускоряем. И постепенно добавляем сахар. Довзбиваем сметану с сахаром еще после добавления сахара где-то приблизительно 2-3 минутки. Она у нас получается жидковатая, если вы возьмете более густую сметану, получится более гуще. Но, в принципе, мне достаточно и такой сметанки для того, чтобы пропитались хорошо наши коржики. Теперь берем два крема и приступаем к смазыванию тортика. У нас на поверхности остался один коржик, остальные мы переворачиваем и ложим, так сказать, дном наверх. Почему так? Для того, чтобы нам потом удобно было их слаживать, так сказать. Теперь мы будем чередовать. Корж у нас намазан будет нижним сметанным кремом для того, чтобы был более пропитанный. Мы берем несколько ложечек сметанного, так сказать, крема. Он у вас кажется жидковатый, если то ничего страшного, не переживайте, все у нас будет замечательно. И начинаем размазывать. Желательно мажьте не так скупенько, для того, чтобы он у вас, если впитается весь крем, то получится пустой корж. Поэтому я вам советую, допустим, намазать, подождать минутки 2-3, пока, так сказать, основная масса крема осядет. А затем еще снова, так сказать, ложечкой лишней пройтись по поверхности, чтобы у нас остался крем на поверхности. Затем ложим второй корж и будем уже смазывать сливочным кремом. И так, как вы видите, у нас хорошо смазан коржечек, берем второй, ложим его на поверхность, не придавливая, и берем сливочный крем. Пару ложек, я думаю, будет достаточно, так как этот крем, в принципе, не впитывается сильно. Берем, размазываем. Вот, как вы видите, у меня немножечко крем комочками. Но, опять же, повторюсь, это из-за того, что была предварительно заморожена масляная масса, вот это вот масло наше. И вот так вот размазываем по всей поверхности. Обязательно смазывайте хорошо края, для того, чтобы потом нам, можно было, так сказать, прилепить хорошо нашу крошку. И так чередуете масляный крем, затем сметанный, затем масляный, затем сметанный. И пока у вас не закончится тортик. У нас домазаны все коржи, и у меня осталось вот сметанного крема буквально немножечко совсем. Сверху я могу его, так сказать, домазать, доиспользовать. Или, если у вас осталось много крема, тогда рекомендую вам вот эти крошки, которые у вас останутся, а они у вас останутся. Просто смешать с кремом, и получится у вас своего рода такая вот пирожная картошка. Положите их в пиалку, и у вас как бы будет такой еще один десертик. В общем, после того, как вы намазали, вот у вас по краям стекало, вы это все красивенько можете кремом дообмазывать, для того, чтобы у нас крошка хорошо прилипала. Вот так вот собираем и обмазываем. Наш тортик намазан, и нам осталось только обсыпать его крошкой. Для этого берем на руку наш тортик, на разносики, либо где-то там, берем крошку, и вот такими вот движениями как бы прилепляем. То есть не просто обсыпаете, а вот как бы прилепляете. То, что лишнее, вот так вот убираете снова сюда вот, где вы берете пасочку. Если у вас рассыпается, ничего страшного, вы потом поубираете. И такими вот движениями прилепливания полностью края все облепливаете и сверху посыпаете. Но посыпайте не жирненько, просто чтобы пробела не было. Для того, чтобы у вас как бы было красиво не просто наляпистый тортик, а очень красивые ровные края бочки. И в итоге у нас получился вот такой замечательный тортик. Я украсила его МНДМСом, также сверху посыпала крошкой. Так как я делала его на день рождения племяннику, то я еще МНДМСом выложила циферку 5. Я надеюсь, что вам понравилось. Какие будут вопросы, задавайте в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем весеннего настроения. Пока-пока!